Конечно же, у нее много медалей и другого достоинства, как на мировом туре, так и на чемпионатах мира. Пытаются заминировать, показывать, кто здесь олимпийский победитель, кто здесь хозяин. Но я думаю, что Минишечку она так вот этим не возьмет. Очень с характером девчушка. Пока без захвата. Жестко по ноге подсечка сработала. Ну, Орландо Круз, ну, видимо, по команде руководителя татами дает замечания Мини, хотя она не фехтовала. Она так держала локоток, так держала руку, что не давала приблизиться. Соперница работала корпусом. Вот у южнокорейцев работа на захватах, на верхнем плечевом поясе и работа корпусом поставлена очень хорошо. Они вот этой работой ухитряются взять выгодный для себя захват, при этом поставить соперника в то положение, которое им удобно для атаки. Ну, Мини бронзово-медалистка Мастерса этого года, это в конце сезона было в Израиле. Выиграла она два титула у большого шлема в Тбилиси и в Абу-Даби. Бронзово-медалистка чемпионата Азии. Для 19 лет это очень хороший результат. Так, вот начинает уже, хоть у малоростом, а поддавливает. Посмотрите, в какую некрасивую позу она олимпийскую победительницу ставит. Так, вот сейчас Шудо получит Рафаэла. Похоже, что Мими разобралась сама с собой и сейчас начинает диктовать свою волю. Так. Насколько мне получается взять красный номер на спине у Рафаэла Силова, означает, что она действующая чемпионка мира. Ох, как хорошо. Очень хорошо. Очередная атака. Ну, сейчас должно последовать Шудо бразильской дзюдоистки. Ждем решения Орландо Крузо. И, видимо, какая-то травма Рафаэла, потому что он показывает соперницу. Фарфоровая кожа. Ну, вы знаете, девушки-то знают знаменитую японскую, корейскую косметику. И интересный, конечно, типаж лица и кожи. Такие белые-белые, чистенькие, хотя желтая нация, считается. Удар получила А, носом при атаке, при броске через спину переносится Рафаэла. Поэтому, как прослезилась. Брызнула из глаз. Ними не будет жалеть. После схватки, может быть, подойдет извиниться, что так получилось. На рынке одинка нет. Еще одна атака. Ну, я думаю, что пора наказать. Почему же вот только у спортсменки в синем кимоно висит шедо. Пора наказать и чемпионку мира. Атаке делает Кавиянка. Атаке, атаке. Может быть, здесь все-таки уже работает имя Рафаэла. Имя действительно она заслужила в мире джидо. Немного таких девчонок. Особенно в Латинской Америке. У кого такие результаты. А по сути, она единственная. Да, по большому счету, она единственная. Ну, вот это точно шедо должны дать. Уж сколько можно терпеть. Ну, Орландо Кросс. Да. Ожидаемо. Я бы чуть раньше наказал, будь я судьей. Но нам в главном матче и завершающем матче двух лидеров нужен бросок. Давайте все будем болеть за то, что именно так завершится этот поединок. Но он пойдет, правда, судя по всему, в Голденскор. Абразийский специалист. Убегал себя в камеру. Сейчас еще будет подворот через спину, если дворотова он берет с одним. Снова пропускает Рафаэл Асива. Рафаэл Асива. Рафаэл Асива. Рафаэл Асива. смотрите-ка хорошо выбирает а ведь усил вы рычаги длиннее и ноги и руки длиннее но не может она подобраться малышки не может может мимо пока машет мимо молодец молодец загоняем в угол тут мне хочется чтобы это нюжнокорейская дзюдоистка стала победительницей выиграть в олимпийской чемпионки это круто видите грустное лицо уже нету огня такого да у тренера на 5 атаку опять молодец создает шедон второй шедон за выход статами я организовал это его мимиху хана же поддавила краю сначала не заставил ошибиться что-то спеклась рафаэлла вообще перестала бороться впечатление что бензин закончился в этом двигателе никуда уже не едет и уже на скоке не тело все-таки возраста найти него не обманешь не обманешь 30 лет казалось бы немного но столько пройдено на татами и такой закон жизни старшее поколение уступает на дому как везде в природе ну к сожалению сценарий все-таки такой по замещаниям я всегда забросок хотя мне не может со своим односторонним она настолько иногда затаскивает рафаэлла не справляется хватило ее только на 4 минуты вот две уже в голденскоре под диктовку идет южнокорейской девочки но рафаэлла ну да последний шанс чаще щадящих не относится все-таки она титулованная спортсменка не жестко судить вот вот этими задергиваниями да рано или поздно или замечание третье или будет бросок и зацепка ногу травмировался колено рафаэлла силова внутреннюю поверхность связок своей атакой по холодно судя по всему в зале ты девчушки сидят как будто в москве соревнования проходят не отапливается да травмировала колено посмотрим будет продолжать или нет вполне возможно что он предпочтет сняться потому что то что рафаэлла силова осталось на очередной олимпийский цикл значит главная цель парижа парижа надо подойти здоровый нет судя по всему будет продолжать не дается не дается и мехов не дается взять себя не знаю выталкивание или выход я иногда не всегда вижу но оценили как выход 2-2 ну что ж обострили дают шанс олимпийской победительницы дают шанс попадается на душе не нет не рафаэлла силу все на скоком пытается взять и нуждишь пока не дается показала схватка не проходит от варианта кренка все видит ну все 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 и пожалуйста есть ипон вот это бросок ну спасибо все-таки не разочаровала не разочаровала что не по замечаниям и выиграем а чистым броском вот как я предполагал с односторонним захватом затаскает в конце концов и классно бросила ну что ж все таки у рафаэлла силу и травма была по ходу турнира дважды и сейчас третий раз что-то такое да даже не показывают нам лежит видимо датами объявляет победительницу мимиху ну что ж наши прогнозы с вами оправдались да в схватке двух лидеров малышка малышка начинает показывать свои амбиции прежде всего олимпийские и так смотрим повтор этого великолепного броска напоминаю завтра второй соревновательный день 4 веса 73 и 81 мужчины и женщины 63 и 70 ну а для вас работал мастер спорта по самой визу до комметатор владимир ваницкий всем хорошего здоровья еще поборемся счастлива